Друзья, вот мне часто в комментариях к видео пишут, что береги себя, заботься о себе, не перетруждайся. Больше всего за мое здоровье переживают, чтобы я берегся, чтобы меньше работал. Смотрите, пишут мне в основном женская половина, чтобы я берегся. Надо понимать четко, что у женской половины планеты одно предназначение. Им надо беречься, потому что им надо вырастить потомство. Вот функция ихняя. У мужчин совсем другая функция. Они достигатели, если это мужик, а не диванный критик. Они, как вам сказать, они действуют. Цель наметил, цель достиг. Все, он лев, он красавчик, он молодец. Новую цель наметил, взял ее и следующую. Он от этого кайф получает. Вы думаете, мне вот это вот упахивание до седьмого пота на солнечном участке приносит тяготы, лишения? Я прям плачу в подушку, как ложусь спать. Нет, я бы этого не делал. Мне нормально живется. У меня как бы есть где жить. Есть что кушать, слава богу. У меня все хорошо. Поэтому переживать за меня, пожалуйста, не надо. Радоваться за меня – это пожалуйста, так как я радуюсь за вас. Поэтому я желаю и вам, и себе быть счастливыми. А что такое счастье? Счастье – это совокупность. У тебя прекрасное здоровье. У тебя есть крыша над головой, комфортная крыша над головой. У тебя уютно дома. У тебя есть что покушать. И ты себя ни в чем не ограничиваешь. Потому что мне тоже пишут – как ты там на одной траве? Мужчине надо мясо. Откуда белок берешь? Друзья мои, мой совет вам – выключите телевизор. Подарите самому худшему вашему соседу. Отомстите ему. Пусть лучше он смотрит, и ему только хуже становится. Но это шутка. Пусть всем будет хорошо. Поэтому меньше смотрите телевизор, больше гуляйте. И слушайте себя, а не кого-то. По телевизору все проплачено, как мне кажется. Там, вы понимаете, рекламное время стоит очень дорого. И кому-то это выгодно. Чтобы вы болели, чтобы вы были немножко здоровы. Чтобы вы постоянно, как муравьи, протаптывают дорожку к муравейнику. Чтобы вы протаптывали дорожку в аптеку. Но кому-то это выгодно. Включайте голову, ребята. За вас никто не будет думать. Никто не будет за вас есть полезную пищу и неполезную не есть. Вот. Не надо лениться. Залезьте в интернет. Посмотрите исследования. К чему приводит поедание трупного, скажем так, мяса. К чему приводит отсутствие этой еды. Не надо никому верить. Просто берете, смотрите в разных источниках. Полная информация, валом информации. Мы живем в прекрасное время. Сейчас все источники открыты. Сейчас вот нажми на кнопочку. Ты уже в интернете. Любой запрос задал. От вас никто информацию не скрывает. Вы сами ленитесь ее просто взять, почитать, попробовать. Что значит попробовать? 21 день. За 21 день формируется привычка. Все. Я так и делал. Я прочитал что-то. Ага. С разных источников. В разных источниках говорится, что отсутствие мяса, а конкретно свинины, говядины, вот этих вот двух самых таких канцерогенов, придает больше сил, омолаживает, больше энергии появляется, больше здоровья, пропадают негативные мысли. Вот этот списочек можно продолжать, что оно творит, какие чудеса и минусы тоже. Как оно отравляет, как оно гниет в желудке, как оно переваривается 4 часа. И все. Я попробовал. Все. 21 день. Первые дни самое тяжело, потому что это наркотик. Мясо-наркотик. Хлеб-наркотик. Теперьшний хлеб это не хлеб. Это только название хлеб. А там... Вы почитайте вывеску. Не вывеску. Для вас на каждом хлебе пишется бумажечка, из чего состоит состав хлеба. Так называемого. А хлебе там и близко нету. Вы смотрите, что вы кушаете. Но. Вот. Такое видео спонтанное. 6 минут. Но, тем не менее, я надеюсь, что у вас все хорошо. У всех все хорошо. И у меня все хорошо. Вот. А будет еще лучше. Я даже в этом не сомневаюсь. А вот. Желаю вам прекрасного лета. Отличного настроения. Это же я желаю и себе. То есть, займите привычку. Прекрасная привычка. То, что вы желаете себе, желаете и другим. Не больше, не меньше. Все. Ни... К вам никакой негатив не прилипнет. Если вы желаете искренне другим то, что себе. Себе вы ж плохого не пожелаете. Вы ж себя любите. Вы ж понимаете, что вы самый любимый человек у себя самого. Поэтому. Все. Всем мира, добра. И улыбайтесь почаще. Жизнь коротка. И она проходит очень быстро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok